Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, хочу приветствовать всех вас рождественским приветствием. Христос народ и все! Сегодня я знаю, что у вас было утреннее собрание, Бог благословил по-особому. Оно длилось очень долго, поэтому даже, наверное, времени не было отдохнуть после утреннего собрания. Если еще вечернее, то будет, наверное, слишком утомительно. Я помню, когда-то ко мне подошла моя дождь, будучи еще маленькой, и говорит, «Папа, читают стихотворение в собрании на Рождество, и они, бывает, повторяются. Давай какое-нибудь новое стихотворение». И мы посидели немножко, и получился стих «Самый лучший праздник среди всех на свете – это день рождения Господа Христа». Его любят взрослые, ожидают дети, дни этого праздника – светлая мечта. К торжеству великому готовились тщательно, чтоб стихом и песнею нам хвалу воздать, чтобы было весело и всем назидательно, чтоб могла нас радовать Божья благодать. Я очень благодарен Богу, что ваша поместная церковь многонациональная, и мы здесь слышим и русские языки, и молдавские, и другие языки. Я хочу еще прочитать небольшое стихотворение на белорусской мове. «Коли у вашем сердце народзився маленький хлопчик Иисус Христос, то он теперь напевно уже змянився, за час минувши он уже подрос. Нехай расте, нехай мацнеют силы, и у Яго так само и у вас. Как до конца, до самой аж могилы у вас яднання светоч не погас. Аминь». Тема моей короткой проповеди, с которой я хочу обратиться, будет называться «Рожденный для креста». Читаю Исаии, 53 глава, первые два стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как расток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Затем хочу открыть и прочитать Евангелиста Иоанна, 1 главу, 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В первом тексте мы прочитали, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. А второй текст, «Слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели Его, мы были свидетелями всего этого». Ангелы славили воплощение Бога в человека. Бог сделал человеческую природу своей частью. Это тайна, прекрасная тайна. В нее кто-то сказал, что в эту тайну лучше верить, чем стараться понять и объяснить ее умом, потому что это невозможно. Объяснить умом эту тайну невозможно. Эта тайна прекрасная тайна. В нее лучше верить, чем пытаться объяснить. И тот детский крик, прозвучавший когда-то в Ифлеемском хлеву, был подобен радостному гимну, воспевающему всеобщее спасение, который сможет получить каждый народ и каждый человек. В этом самом прекрасном из голосов на земле слышалась благая весть. И спержен однажды проповедуя, он говорил, что в лице Иисуса Христа Бог вступил в брак с человечеством, и Сын Божий стал Сыном Человеческим. И дальше говорит, ни один Сын Человеческий не мог бы стать Сыном Божьим, если бы прежде Сын Божий не стал Сыном Человеческим. И правда, дорогие братья и сестры, что какой еще из дней в истории человечества мог бы сравниться с тем днем, в который родился наш Спаситель Иисус Христос. Это был особенный день, это самый радостный день, потому что именно в этот день для пастухов на полях Вифлеема была возвещена вот эта весть. Ни о ком другом больше ничего подобного не было. Я помню один из проповедников, вспоминая своего дедушку, у которого рано умерла жена, и он говорит, что жена умерла при родах, и осталась маленькая доченька. И вот мой дедушка, желая, чтобы научить доченьку Божьему Слову, впервые когда-то пришел в собрание, имея желание передать ей это слово и эту весть, он говорил следующие слова. Младенец Иисус родился, чтобы быть жертвой. Он пришел в мир не для Вифлеема, а для Голгофы. Не для того, чтобы жить с нами, а чтобы умереть за нас. Пришел в мир с любовью во взоре и с крестом в сердце. Он родился, чтобы быть распятым. Бог вступил в союз с человеком. Это означало, что он любит его неописуемой любовью и имеет о нем самые лучшие планы. Мы знаем, что в древности через грехопадение первых людей человек вступил в конфликт с Богом, и общение человека с Богом было прервано. Но опять же, в древности был такой обычай, что если жених берет в жены девушку из бунтующего рода, то вот этот брак, он как бы дает возможность примириться с царем или с правителем всему роду. И вот, дорогие братья и сестры, Божий Сын Иисус Христос среди жития земли нашел себе невесту. И вот в этом союзе каждый грешный человек может получить прощение, спасение и гарантию вечной жизни, если обратиться и откликнется на этот призыв. Затем, братья и сестры, я хочу еще заметить, что никто другой, как Иисус Христос, не имел такого помазания. Мы знаем, что царь Давид имел двойное помазание. Он был царь и пророк, Мелхиседек был царь и священник, Самуил был пророк и священник. Об Иисусе Христе сказано, в Псалом 44, 8 стих, что он был помазан более соучастников своих. И мы читаем об этом Исаии, 11 глава 1 и 3 стихи. Вот эта полнота помазания была на Иисусе Христе. Он пришел и сочетал в себе священника, царя и пророка. И когда пришли к нему волхвы, чтобы почтить его своими дарами, то были даны золото, ладан и смирно, что подчеркивает его божественность, его священство и человеческую в нем сущность. Величайшая мудрость Бога открылась в замысле Божьем для нашего искупления. И кто-то, недоумевая, говорит, неужели сила любви настолько велика, что она смогла Бога со славных небес свести в этот хлев Вифлеема. Но так и было, братья и сестры, когда оставив славу небес, принял человеческое тело, Иисус Христос родился на земле и позволил положить себя в этих скромных простых яслях. И как сегодня, по-моему, кто-то из хористов читал стих, что «прикрыло его сеном, положило в ясли и прикрыло сеном величие, божественность». И вдруг умалилась до такого вот размера, что позволил лечь в ясли и ухаживать за ним, как за человеческим младенцем. Есть такое понятие, как концентрация в одной точке света, веса, внимания и других каких-то факторов. Кто-то, приводя пример, как Иисус умалился, сказал, представим, что великое солнце, которое освещает землю, и вдруг вот его свет собрался в один пучок, и будучи в одной точке, оно светит так мягко, что можно смотреть на его свет. Хотя мы понимаем, что на солнечный свет смотреть невозможно. И вот великий Бог умалился и стал среди людей, и они видели его, они ходили с ним, они прокасались к нему, они слышали его, они имели с ним прямое и открытое общение. Когда-то к месту присутствия Бога невозможно было приблизиться. Гора Синай, угрожающей дымилась и тряслась, и черта вокруг нее возвещала о смерти. Но когда Бог в Иисусе Христе сошел на землю, то, идя к Нему, пастухи не встретили никаких преград, доступ был открыт, и ангел, сказавший им вот эту радостную весть, сказал, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, давая понять, что к Нему можно идти, Его можно видеть, Он доступен. И они решили, пойдем посмотрим, о чем возвестил нам ангел. И когда пошли, нашли так, как им было сказано. И, братья и сестры, потом, когда Христос ходил по земле, мы читаем 11 глава Матфея, последние стихи, Он повторяет этот призыв. Там было как бы сказано, что пойдите и посмотрите. А потом Христос говорит, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные. А потом опять Евангелие говорит 25 глава Матфея, когда одни услышат, войдите благословенные в радость Отца Моего и наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Но не только это, будет и другой зов, будет и другое слово, обращенное к людям. Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Дорогие братья и сестры, первый раз Христос пришел бессмомощным младенцем в Вифлеемскую пещеру, но спустя время Он увидел смиренное сердце своего слуги, своего последователя, бывшего ученика, а потом апостола Иоанна. Я помню, когда-то Дэвид Вилкерсон, который проводил конференцию в Киеве, в этом спортивном комплексе, настолько вот такое трогательное слово было, когда он размышлял на эту тему, и говорит, Иоанн работал в каменоломниках, и как только появлялась малейшая возможность, он сооружал жертвенник, где молился Богу, где восхвалял Его имя, и понимал, что даже здесь, будучи один среди этих камней, я не один, потому что тот, кому прилепилось мое сердце, тот, за кем я последовал, тот, кому принадлежал и служил всю мою жизнь, он где-то со мною. И однажды, когда он молился, это действительно исполнилось, он пережил особое посещение и особое какое-то присутствие Господа, читаем 17 стих, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и сижу во веки веков. И, дорогие братья и сестры, рука, лежавшая на Иоанне, когда-то была рукой младенца, беспомощная, маленькая, затем она помогала Иосифу в его плотницком деле, затем она простиралась усмирять бурю, она прикасалась слепым глазам в Артемея, она держала деток на руках, затем она была прибита ко кресту, а сейчас она, лежащая на плече Иоанна, она вдохновляет, она делает сильным этого мужа, она вновь окриляет ее, потому что это та рука, от которой приходит сила, написано, что все, кто прикасались к нему, те исцелялись, а сегодня он в новом качестве прикоснулся к апостолу Иоанну, отбывающему наказание на острове Патмос за свою веру. Он будет велик, сообщил ангел Марии, но пока он младенец, спустя время о нем Иоанн Прикреститель скажет, Иоанна 3 глава 30 стих, ему должно расти, а мне умоляться. Тогда, когда об Иоанне Иисус Христос говорил, что не восставал пророк больше Иоанна Крестителя, и это не были просто красивые слова, но эти слова были обличенные смыслом. Исаии 9 глава 6 стих мы читаем, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Ангел, объяснявший Иосифа о том, что происходит с Марией, или что произойдет с Марией, объяснял родит же сына, это Матфея 1, 21, «И нарекут ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, а это совершится только через его страдания и смерть». Вифлеем, Ясли, Голгофа, Крест – это звенья одной цепи. И представьте, братья и сестры, он еще лежал в Яслях, Вифлеема, а уже перед его взором маячила Голгофа, а уже где-то вдали он видел его взору, открывался Крест. И мы читаем Исаии 9 глава 1 по 3 стихи, «Прежнее время умалило землю Заволонову и землю Нефалимову, но последующее время возвеличит. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и как многих, дорогие братья и сестры, возвысило, подняло и оживило, оживил труд Иисуса Христа, его рождение, его смерть, его воскресение, его победа, его служение, труд и его проповедь». И когда Симеон держал младенца в руках, то было сказано, что сель лежит на падении и на восстании многих. И я открываю второе послание Коринфянам, вторая глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание, познание Себе распространяет нами во всяком месте». И апостол Павел говорит дальше, «Ибо мы» — это уже 4 глава, 5 и 6 стих, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа и дальше. Итак, кто во Христе? Тот новый отвар древнее прошло, теперь все новое. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. И кто-то сказал, что Иисус Христос — это последнее слово Бога людям. Это последнее слово Бога людям. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте скажем слава Богу за того, который когда-то младенцем лежал в яслях, а сегодня он царь царей, Бог богов и Господь господствующий, исполнивший миссию нашего спасения. Он ожидает момента, когда ему будет сказано, «Иди и забери невесту, в числе которой мы с вами». Потому что главной целью всего труда Иисуса Христа это было рождение церкви и наше рождение свыше для вечности и для славы небес. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Господа, склонимся на колени для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok